Ну, хотя мое выступление будет посвящено не сахарному диабету, хотя я клинический диабетолог и работаю в отделении диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ, поэтому если вдруг у вас возникнут вопросы по диабету, я с удовольствием на них отвечу прямо здесь, в этой аудитории. Но сейчас позвольте мне сделать, если можно так сказать, как бы шаг назад и обсудить ту проблему, которая приводит к развитию тех патологических состояний, о которых мы сейчас говорим. Это и сахарный диабет, и артериальная гипертензия, и дислепидемия, и нарушение коагуляционных свойств крови. Все это объединено в одно понятие метаболический седок, которое, как вы знаете, основным, так сказать, клиническим проявлением которого является повышенная кардиовоскулярная заболеваемость и смертность. Ожирение действительно представляет собой большую проблему, потому что, как я уже сказала, оно приводит ко всем тем патологическим состояниям, которым мы встречаемся в клинической правде. Хотя само ожирение, как заболевание, не все воспринимают, а это, наверное, неисправильно, потому что это то состояние, которое объединяет все те симптомы, которые входят в состав метаболического синдрома, и как заболевание оно должно обязательно подвергаться лечению. Почему это эпидемия? Потому что, по последним данным Семенной организации здравоохранения, в 2008 году имели избыточную массу тела. Я уверена, что все в этой высокопрофессиональной аудитории понимают, что есть несколько градаций измененной массы тела. Есть нормальная масса тела, есть избыточная масса тела, при которой индекс массы тела не достигает 30 кг на метр квадратный. И когда эта цифра превышает 30 кг на метр квадратный, мы говорим уже о ожирении, которое можно также разделить в дальнейшем по степеням. Так вот, избыточную массу тела имело более полумиллиарда взрослых, то есть в возрасте старше 15 лет, ожирение минимум у 400 миллионов взрослых. По прогнозам в 2015 году, я думаю, что в этом году мы сможем уже посмотреть, оправдались ли эти прогнозы. К сожалению, они не оправдываются. Так же, как и в плане сахарного диабета, эти прогнозы, к сожалению, очень и очень лояльны по сравнению с той ситуацией, которая действительно нас ожидает. Так вот, к 2015 году считали, что около 2,5 миллиардов взрослых будут иметь избыточную массу тела, и при этом около 700 миллионов пациентов, людей, даже еще не пациенты, имеют ожирение. Какая еще проблема? В 2010 году было подсчитано, что в мире у 40 миллионов детей в возрасте до 5 лет отмечается избыточная масса тела. Как вы понимаете, эти дети вырастут и привнесут во взрослую жизнь все те проблемы, которые связаны с избыточной массой тела и ожирением. И сахарный диабет в том числе. Ранее это был единичный случай, когда регистрировался сахарный диабет второго типа у детей. Мы говорили о том, что это Америка, страна, в общем, имеющая избыточную массу тела и ожирения у большинства населения, но даже в Украине сейчас при правильной диагностике у детей подросткового возраста достаточно часто регистрируется сахарный диабет второго типа, который и лечится так же, как сахарный диабет второго типа у взрослых, назначением пароральных сахароснижающих препаратов, в частности метформина. Но, безусловно, должна быть более детальная диагностика для того, чтобы правильно поставить диагноз такому ребенку. Если мы посмотрим, насколько распространено ожирение, то, в общем, можно даже не говорить детали по странам. Все, что красное и оранжевое, это страны, которые имеют высочайший риск, высочайшую плотность населения, которая имеет ожирение. И, безусловно, все эти страны потенциально имеют больший процент пациентов, которые заболеют кардиоваскулярными заболеваниями или сахарным диабетом второго типа. Если посмотреть по европейским странам и разделить людей по гендерному признаку, то в Соединенных Штатах Америки и в Германии бодимас-индекс больше 30 кг на метр квадратный имеет более 60% женщин и около 60% мужчин. Вы можете себе представить, насколько это... Ну, мне сложно говорить об Америке как о больной нации, поскольку, как только что рассказывала профессор Свищенко, длительность, продолжительность жизни этих людей достаточно высокая, это не значит, что они не болеют, они просто правильно лечатся. И вот это наша с вами задача, естественно, заниматься первичной профилактикой. Но, к сожалению, мы находимся в том периоде, когда первичная профилактика, да, мы можем говорить, но большинству наших жителей Украины уже требуется лечение тех или иных заболеваний. С вашего позволения приведу вам данные такой международной программы, в которой принимает участие Украина. Это, в общем, очень приятно, поскольку последние два года, по-моему, да, Елена Ивановна, если я не ошибаюсь, Евроскер принимает участие Украина. И хочу обратить ваше внимание на те данные, которые приводятся в этой программе. Это пациенты, имеющие кардиоваскулярные факторы риска, и у них проанализированы те факторы, которые приводят к развитию кардиоваскулярных заболеваний. И если мы можем сказать, что первый столбик с курением мы все-таки боремся, и с РВ3 по сравнению с первым процент курящих уменьшается, то, к сожалению, мы не можем такого сказать у пациентов, имеющих ожирение вообще, и центральное ожирение, которое, как вы знаете, наиболее неблагоприятно в плане кардиоваскулярных патологий, увеличивается, достигая по 45% распространенности у лиц с кардиоваскулярной патологией. И если мы посмотрим страны, которые приведены, в среднем, те страны, которые участвуют, это около 38% пациентов имеют ожирение. Украина занимает, я боюсь, я здесь нажимаю, средненькая, да, на верху? Да? Верхняя, спасибо. Верхняя Украина, 38% лиц имеют ожирение. То есть вы можете себе представить, это, в общем, треть, больше, чем треть лиц. При этом женщины лидируют, 43% имеют ожирение. Если мы говорим о центральном ожирении, здесь цифры еще более печальные. Украина, 51% лиц имеют центральное ожирение, при этом у женщин более 75%. Возможно, это объяснение того, что женщины чаще заболевают сахарным диабетом второго типа, потому что вот это вот центральное ожирение у них присутствует более часто. А если мы поговорим о продолжительности жизни, то как раз вот в унисонсе профессора Митчинга могу сказать, что ожирение – это та проблема, которая забирает годы жизни у наших пациентов. Если эта женщина имеет бодимасс индекс больше 30, то есть имеет ожирение, при этом она не курит, минус 7 лет жизни. А если она при этом курит, минус 13 лет жизни. При продолжительности жизни в 68 лет, ну минус 13 – это вообще становится печальным. Аналогичная статистика и у мужчин. Соответственно, ожирение – это проблема, которую нужно лечить, потому что она позволит не только препятствовать развитию тех заболеваний, которые с ней связаны, но и позволит увеличить продолжительность жизни. Абдоминальное ожирение тесно связано с метаболическим синдромом, я бы сказала, но является его основой, потому что приводит к дислепидемии, к гипертензии, потому что эти заболевания, вернее, эти синдромы комплекса, они развиваются на основе инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность за счет нечувствительности к инсулину, за счет гиперинсулиномии приводит к развитию гипертензии, приводит к развитию сахарного диабета 2 типа, к нарушению коагуляционных свойств крови со сдвигом к гиперкоагуляции и к специфической дислепидемии с увеличенным количеством 3 глицеридов, с низким уровнем липопротеидов высокой плотности и с высоким уровнем липопротеидов низкой плотности, наиболее атерогены, характеризующимися накоплением малых плотных липопротеидов низкой плотности. Все это приводит к ускоренному развитию атеросклероза. А у пациентов с ожирением, у пациентов с сахарным диабетом, атеросклероз протекает более агрессивно и развивается до 10-15 лет раньше, чем в общей популяции. Поэтому, если перед вами находятся женщины относительно молодари, а женщины все молодые, вне зависимости от возраста, если перед вами находится женщина, у которой есть сахарный диабет, у которой есть избыточная масса тела, то те жалобы, которые она предъявляет, а мы бы не думали, что у нее есть сахарный диабет, то есть обычная женщина. Те жалобы, которые она предъявляет, мы могли бы трактовать как жалобы, связанные с приходом в акклимактерический период, в свететососудистой дистонии. Если перед вами женщина, у которой есть сахарный диабет, у которой есть избыточная масса тела, ее обязательно нужно проверять на предмет атеросклеротических заболеваний, потому что в большинстве случаев мы так и найдем у нее проявление коронарного или церебрального атеросклероза, потому что развитие сердечно-сосудистых патологий происходит на основе инсулинорезистентности от метаболического синдрома до сахарного диабета второго типа. При этом сахарный диабет у пациентов может развиваться в 20% случаев, это много, у тех лиц, которые имеют инсулинорезистентность. А вот артериальная гипертензия и дислепидемия будут у подавляющего большинства пациентов, имеющих инсулинорезистентность и ожирение. Итак, ожирение – это хроническое заболевание, так чтобы мы понимали это, потому что любое заболевание требует лечения, вызвано избыточным накоплением жировой ткани в результате нарушения равновесия между принятой пищей и потребностями организма. Ожирение, как мы понимаем, оно очень тесно связано, поскольку является базисом для развития сердечно-сосудистой патологии, артериальной гипертензии, диабета. То есть тех заболеваний, которые связаны непосредственно с накоплением жировой ткани, так называемая адипозопатия. И есть заболевания, которые связаны с избыточной массой тела как таковой, а именно – это нарушение скелетно-мышечной системы, то есть высокое давление давит на суставы, высокий вес давит на суставы, возникает деформирующий остеотрост, возникают заболевания периферических сосудов, лимфобенозная недостаточность, заболевания бронхолегочной системы, всем известный синдром Пиквика, нарушение дыхания во время сна и ожирение, очень тесно связано с онкологическими заболеваниями, именно за счет гиперинсулиномии, потому что инсулин обладает пролиферативным действием. Ожирение бывает первичным и вторичным. На вторичном не будем останавливаться, оно связано с эндокринной жесткой патологией. Первичное ожирение, поскольку тема нашей сегодняшней беседы – и стрессы, и их воздействие на развитие патологии и кардиометаболического риска. Стресс, как уже выступала уважаемая Людмила Николаевна, и все это очень красиво нам описала, действительно является причиной увеличения массы тела и сахарного диабета в том числе, за счет дисфункции, с одной стороны, контрансулярных гормонов, с другой стороны, за счет простого переедания, потому что все мы знаем, когда нам плохо, мы седаем что-то сладкое, депрессия, и люди заедают. Женщины, мужчины запивают. Тоже, наверное, одна из причин, почему у нас много депрессии, и много мужчин, которые депрессии запивают. Даст ли нам пользу лечение ожирения? Безусловно, потому что снижение массы тела на 10 кг – это минус 20% уменьшения общей смертности, минус 30% уменьшения смертности, связанной с осложнениями диабета, и минус 40% уменьшения риска образования опухолей, развитие которых связано с ожирением. Как лечить? Это может быть диета и физическая нагрузка. На этом мы не будем долго останавливаться, поскольку присутствуем на конгрессе человеке лекарства, будем говорить о лекарствах. Есть фармакологическое лечение, есть хирургическое лечение, и, безусловно, должна быть, обязательно должна быть психологическая поддержка, поскольку пациент с ожирением, как мы уже сегодня говорили, имеет очень высокий риск развития депрессивных состояний. Когда назначается фармакологическое лечение? Когда индекс массы тела превышает 30 кг на метр квадратный, и это сопряжено с другой патологией, с сахарным диабетом второго типа, с гипертензией, без гиперлипидемией, и лечение с помощью диеты и физнагрузки, не дадут своего результата. Когда мы выбираем лекарства, которые вообще назначают, то есть должно быть лекарство, это не должны быть БАДы, поскольку эффект их неизвестен, они не проверены. Мы не знаем, что будет после того, как пациент, во-первых, пока он их принимает, а главное, что будет после того, когда он перестанет их принимать. Я думаю, те, кто в 90-е годы столкнулся с пациентами, которые принимали всем известные герболайфы, они увидели последствия приема этих герболайфов, когда пациент принимает, да, он худел. Но после того этого пациента нельзя было собрать в кучу. Во-первых, у него прогрессировало ожирение, во-вторых, у него появилась масса других заболеваний, возможно, связанных вот с той вот потерей веса на приеме неизвестного препарата, которого он принимал раньше. Итак, препарат должен иметь известный механизм действия, доказанную эффективность, безопасность, минимум побочных эффектов, либо эти эффекты должны быть проходящими, поскольку пациент не сможет принимать препарат, который портит ему жизнь и обладает низким качеством жизни, обладать хорошей приносимостью, не вызывать зависимости и в идеале оказывать положительное воздействие на сопутствующую патологию. Что мы имеем в данный момент? А имеем очень немного для лечения жизни, поскольку, если мы посмотрим, какие препараты у нас были, а были разрешены к приему, Риммонабан был снят с производства, сколько влиял на канабиоидный рецептор, эффект вроде бы для снижения веса был неплох, но на фоне этого препарата возникали суицидальные попытки, препарат был снят с производства. Сигутравиль, мы достаточно широко раньше его использовали, назывался он Асмеридия, может кто-то слышал такое название, препаратура сейчас не употребляется, поскольку имеет кардиоваскулярную, отрицательный профиль безопасности и тоже вызывает неприятные последствия, связанные с его воздействием на центральную нервную систему. В результате у нас на данный момент из разрешенных в Украине есть один препарат для снижения веса, препарат, который называется ксеникалово, торговое название, действующее вещество орлиста, чем примечателен этот препарат? Тем, что он не всасывается, он работает в просвете кишечника, то есть он не обладает системным действием. И основной механизм действия этого препарата, он блокирует печеночную липазу, таким образом жиры не всасываются в кишечнике, а жир является наиболее калорийным продуктом, соответственно, жиры не всасываются, они проходят транзитом, либо пациент их не употребляет, поскольку, если он их употребляет и принимает ксеникал, то не всасывание жиров будет приводить к поносам. Пациент съем жирное, запив это ксеникалом, проведет целый день в туалете. Поэтому меняется и пищевое поведение. Пока пациент принимает ксеникал, блокируется всасывание жиров, пациент худеет, и он меняет свое пищевое поведение. После того, как у него не будет необходимости принимать ксеникал, если он привык правильно питаться, он не будет есть жиры, и вес его тоже не будет нарастать. Доказан ли этот препарат? Безусловно, доказан, поскольку проведено много клинических исследований, пролечено много пациентов, препарат принимался длительно, и препарат зарегистрирован и применяется практически в 150 странах. Плюсом является достаточно быстрое снижение веса на 10 кг в течение 3 месяцев, но это все зависит и от исходного веса, снижение может быть как больше, так и меньше. Примечательным является то, что вес не нарастает затем, по мере того, как мы перестали принимать препарат, либо принимаем его дальше. То есть эффект держится в течение достаточно длительного времени. Положительным является то, что ксеникал снижает объем висцерального жира, то есть он убирает те патофизиологически отрицательные моменты, которые приводят к развитию кардиоваскулярной патологии, гипертензии, дислипидемии и так далее. На этом препарате за счет снижения веса можно отказаться от тех препаратов, которые пациент должен получать в связи с другой патологией, которая входит в состав метаболического синдрома. Если у пациента есть диабет, он должен, уже Владимир Иванович об этом говорил, принимать препарат метформина, один из которых, могу представить вашему вниманию, препарат метфогамма, препарат первого ряда, метформина, препарат первого ряда для лечения больных с сахарным диабетом 2 типа, в общем-то, вне зависимости от того, есть у них избыточная масса тела или нет у них избыточной массы тела, потому что развитие сахарного диабета 2 типа происходит на основе инсулинорезистентности. Метфогамма, то есть метформин, воздействует на этот патологический дефект развития сахарного диабета. Второй момент, который мы должны учесть, когда лечим больного с метаболическим синдромом, воздействие на повышенное артериальное давление, безусловно, не буду спорить, стопроцентно согласно с профессором Свищенко, что первыми препаратами, это должны быть препараты первого ряда, ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов фангиогензина, бета-блокаторы, кальциевые, блокаторы кальциевых фаналов, но в качестве препаратов второго ряда для пациентов, имеющих метаболический синдром, очень выгоден баксонидин, потому что он селективно блокирует имидазолиновые рецепторы, за счет этого уменьшается инсулинорезистентность, за счет этого уменьшается гиперактивность симпатической нервной системы, за счет этого основной механизм снижается артериальное давление, то есть как препарат второго, третьего ряда, как добавка для лечения пациентов с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом, этот препарат вполне подходит. Максонидин выпускается в разных дозировках, поэтому каждому больному мы можем подобрать его индивидуальную дозу. Если мы правильно принимаем всю линейку, в частности ксинекал, для лечения пациентов с ожирением, то мы можем на фоне гипокалорийного питания снизить риск кардиоваскулярных осложнений на 50%, то есть это очень и очень значимая цифра. Два слова буквально, два слайда, честно два слайда, это хирургическое лечение ожирения, поскольку очень активно развивается сейчас в Украине. Когда назначать, когда пациентам мы можем подумать об этом и отправить на бариатрическую хирургию, когда индекс массы тела превышает 40 кг на метр квадратный, либо при угрозе жизни, при более низком боди-масс-индексе, но откровенно вам скажу, хирурги при боди-масс-индексе менее 40 не возьмут на бариатрическую хирургию, если, в общем, они понимают, что они делают. Какие методы есть в бариатрической хирургии? Такие полуконсервативные, обведение внутрижелудочного баллона и операция бандажирования желудка, то есть, скажем, обратимые вещи, потому что баллон можно убрать по достижению веса нормального, либо по истечению 6-месячного периода больше они не могут находиться внутри желудка. Точно так же и операция бандажирования желудка. Бандаж можно снять, если цель достигнута, либо через полгода от момента его установления. И реальная хирургия – это вертикальная гастропластика. Операция номер один для пациентов, имеющих избыточную массу тела, поскольку дает хороший эффект и имеет минимум, насколько это можно сказать, для хирургического лечения, минимум отрицательных побочных эффектов по сравнению с операцией гастрошунтирования, когда пациент должен потом, в связи с техническими моментами операции, находиться на заместительной терапии, аминокислотами и так далее. Ну и последний слайд я желаю вам все-таки. Мы говорили о том, что надо быть на диете, о том, что надо снижать вес. Ну, еда – это удовольствие. Я вам желаю удовольствия в жизни, но каждое удовольствие, оно ведет за собой плату. Вот эта плата, вы должны себя держать в руках и не иметь из будущего. Продолжение следует...